Ни один новогодний стол не обходится без шампанского. В Ереване этот напиток производят с 1954 года. Он не так знаменит, как армянский коньяк, но по качеству не уступает даже французскому. Секреты виноделов. В материале Луиза Симонан. Так резкими движениями винодел раз в месяц взбалтывает все ингредиенты. Вино, ликер и дрожжи. Специалист работает в перчатках и металлической маске. Неловкое движение и бутылка может взорваться. Это классический метод, принятый во Франции. Во всем СНГ таким способом напиток делают всего несколько заводов. Игристым вино в погребах становится за три года. Сначала хранится в горизонтальном положении, а потом вертикальном, пробкой вниз. Здесь происходит природная фильтрация игристого вина. Мы ставим бутылку вертикально, чтобы осадок из дрожжей сел на крышку. Затем методом дегажирования мы удалим осадок. А в этом отделе завода брожение вина и дрожжей происходит в специальных резервуарах. Пару недель и напиток готов. Здесь разливают 3000 бутылок в час. Наши игристые отвечают международным стандартам. Завод закупает специальные сорта винограда. Пином, схали, ракетстели. Также мы сами выращиваем дрожжи в своей лаборатории. Там же оценивают цвет, запах, вкус игристых вин. Даже количество и величину пузырьков учитывают. Красное игристое, сухое, полусладкое. Но лучше всего у армянских виноделов получается брют. Оно должно играть красиво, играть мелкими пузырьками. И когда ты ставишь бокал на стол, оно долго играет. Долго. Час, два, три. В зависимости от того, как мы над ним работаем. Игристое вино – обязательно атрибут на праздничном столе. За последний год произвели больше 200 тысяч литров этого напитка. Значительную часть отправили в Россию, Францию, Германию и даже в Африку. Так что в новогоднюю ночь и в этих странах поднимают бокалы с армянским напитком. Луиза Симонян, Эмина Вакян, МИР24. Армянское шампанское жители республики ставят на стол только в новогоднюю ночь. А другие праздники большинству граждан угощают гостей местным коньяком и вином.